Привет, меня зовут Макс, это канал Рыбалкин ТВ. В этом выпуске речь пойдет о поплавочной оснастке, а точнее покажу и расскажу о том, как правильно монтировать грузики-дробинки на леску для грузки поплавка, чтобы они не травмировали ее и при этом обычными инструментами. Есть даже несколько вариантов, как это можно делать, но для начала покажу суть проблемы и, собственно, почему нужно обращать на это внимание. Итак, берем дробинку и монтируем ее на леску. Зажимаем инструментом. Обычно зажимается сильно. Итак, дробинка монтирована на леску. Она сильно зажата и в таком случае она уже здесь может повредить леску. А еще хуже, если мы ее такую сильно зажатую начинаем передвигать по леске, и прилагая при этом усилие, тогда леска начинает еще больше травмироваться. Здесь за основу взята 0,25 леска. Специально взял такую леску таким цветом, чтобы было лучше видно. И таким способом вот этот сильно зажатый груз, когда передвигаем по леске, она травмируется очень сильно. Потом, если провести пальцем, то на ней можно будет ощущать повреждения. И сейчас покажу, как лучше монтировать грузики-дробинки, чтобы ее и так не травмировать. И при том, чтобы можно было грузики свободно по ней перемещать. Итак, теперь попробуем монтировать дробинку так, чтобы она не травмировала леску. То есть, берем леску, зажимаем ее пальцами в этом разрезе так, чтобы леска проходила примерно по центру дробинки. И теперь аккуратненько поджимаем именно с того края, где идет этот разрез. Чтобы мы просто ее немного зажали. Теперь дробинка монтирована. Леска проходит по центру. Она не сильно зажата. То есть, леска не пережата. Она не будет так сильно травмироваться, как при первом варианте. И теперь для того, чтобы эту дробинку можно было перемещать по леске, остается сделать одно действие. Это поджать эту дробинку. Сверху и снизу, то есть, вместо входа и выхода лески. Аккуратненько ее просто немного поджать. То есть, подплющить, чтобы можно было передвигать. Вот теперь можно передвигать дробинку по леске. Она уже идет не с таким натягом и не сильно травмирует леску. То есть, леска остается прямой. И если провести пальцами по леске, то уже нет никаких повреждений. Вот этот вариант более приемлемый. Для того, чтобы сюда завести дробинку и максимально обезопасить леску от травмы, нам понадобится какой-то кембрик или термотрубка. Берем, отрезаем кусочек по размеру дробинки. Заводим в нее леску. Вот, завели. И теперь на нее можно монтировать смело дробинку. Ставлю так, чтобы этот кембрик полностью был в дробинке. Теперь можно его зажать. Также зажимаю в краю. Не сильно. Этого будет достаточно, если с кембриком будет дробинка. И так же можно сверху, снизу поджать дробинку. Немного подключить, чтобы свободнее перемещалось. Вот теперь дробинка с кембриком свободно перемещается по леске. И с помощью вот этого защитного кембрика или термотрубки, которая не дает дробинке травмировать леску. Вот она свободно передвигается и никаких повреждений вообще нет. Вот леска как ровная была, так и осталась. Вот так вот с помощью этих двух вариантов, двух действий, можно монтировать грузики безопасно для лески, не травмируя ее. При том, что эти грузики можно будет в дальнейшем перемещать по этой леске без каких-либо препятствий и проблем. Надеюсь, это видео было полезным. Поддерживаю лайком. Пиши свой комментарий и подписывайся на канал Рыбалкин ТВ. Встретимся на следующей рыбалке. Пока!